Здравствуйте, в эфире программа Диалог. Будет ли тепло и комфортно в квартирах Петропавловска во время осенне-зимнего сезона 2015-2016 годов? Что уже сделали Акимат и коммунальные службы города и что собираются предпринять в связи с этим? На эти и другие вопросы в сегодняшней программе ответит руководитель отдела жилищной инспекции города Петропавловска Даулет Жасланович Калиаскаров. Здравствуйте, Даулет Жасланович. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, для чего создан отдел жилищной инспекции и какие цели и задачи выполняют его сотрудники? Отдел жилищной инспекции занимается государственным контролем за надлежащее состояние общего имущества объектов кондоминиума посредством проверок, а именно многоэтажных жилых домов. В полномочия жилищной инспекции входит техническое обследование общего имущества объектов кондоминиума, определение перечни периодов видов работ на капитальный ремонт, согласование смет, расходов, финансировав из государственного бюджета, участие в приемке комиссии после проведенного капитального ремонта, реализации государственной программы модернизации ЖКХ и подготовка жилых домов к отопительному сезону. Это основные задачи отдела жилищной инспекции. Хотелось бы узнать о Вашей работе. Ну, наша работа непосредственно связана с председателями КСК, скажем так, с многоквартирными жилыми домами. У нас в городе 1041 многоэтажный жилой дом, из которых 589 различных форм управления, а именно КСК, кооперативов собственных квартир, производственных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов, которые охватывают 841 многоэтажный жилой дом. Остальные дома, которые не имеют форм управления, это малоквартирные двухэтажные дома, где из-за малого количества квартир нерентабельно создавать кооператив. Вот такая вот ситуация ведет к снижению качества содержания жилищного фонда. Это как бы одна из больших проблем, что вот менталитет нашего населения, наши жители не готовы самостоятельно управлять своей собственностью. Даже, можно сказать, большинство жителей оплачивают менее 70% за услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда. По инициативе Акима города, Смагометова Марата Мамбайевича, была создана рабочая группа под председательством депутата городского маслехата, Казанцева Александра Васильевича, по охвату таких домов юридической формы управления. В эту группу вошли руководители отделов городского Акимата, советник Акима города Мишин Анатолий Иванович, представители УВД города Петропавловска и налоговые службы. Мы пошли таким путем. Сначала приглашали действующие КСК, которые имеют большой опыт и стаж в этой работе, чтобы они брали под свое крыло уже такие дома, присоединяли к себе, оформляли, скажем так, КСК на этом доме. Но как бы это большого эффекта нам как бы оно не дало, все равно это малыми путями. Мы сделали упор на создание управляющей компании. В текущем году была создана управляющая компания, первая, которая изъявила желание ТО Golden House. В данный момент они формируют список домов, проводят собрания с участием нашими специалистами, самостоятельно проводят собрания, разъясняют, что они будут делать, какой тариф они будут брать за содержание. Они имеют большой квалифицированный штат сотрудников, строителей, юристов, заключают с ними договора с каждым собственником и уже полноценно работают. Скажите, как идет подготовка домов к отопительному сезону? Отопительный сезон очень важный вопрос, особенно находится на контроле у Акима города. На сегодняшний день у нас уже на 1 сентября промыто и опрессовано более 500 домов с получением паспортов готовности. Хочется отметить, что в текущем году наши горожане более активно подключились к этой работе. В текущем году тепловые сети всего сделали 5 пунктов для получения паспорта готовности. Это промывка, опрессовка, ревизия запорной арматуры, утепление подъездов и подвалов и поверка манометров. Выполнив эти все 5 мероприятий, дом гарантированно получит паспорт готовности. Но все равно находятся такие дома, которые вообще ничего не хотят делать. Они считают, что вот придет зима, наступит зима, нас обязательно включат. Конечно, никого без тепла не оставят, но такие дома будут иметь определенные проблемы уже с теплом. Будет иметь определенные жалобы. Очень важный момент это промывка, опрессовка в летний период. И все председатели у нас в основном стараются это делать в августе и в сентябре месяце. Хотя эту работу нужно начинать уже с июня месяца. Как только закончился отопительный сезон 2014-2015 года, был создан штаб в нашем отделе под представительством Мишина Анатолия Ивановича, советника Акима города. Куда мы приглашаем председателей КСК, старших по домам, с участием представителей тепловых сетей и ТО Козлажарсу, если касаются их вопросов. Был разработан план мероприятий по охвату всех домов, прохождению к отопительному сезону. Буквально город был разделен на четыре участка, совместно с специалистами жилищной инспекции, с представителями тепловых сетей. Продолжается дворовой обход, буквально по каждому дому сотрудники ходят, разговаривают с председателями, с жителями домов, что необходимо проводить данные мероприятия. Когда вы будете проводить, планируется сразу дата, эту дату мы ставим в тепловые сети, приглашается контролер и обслуживающая организация, которая будет проводить промывку и опрессовку. Промывка и опрессовка одного элеватора НЗАС составляет от 15 до 20 тысяч. Вот здесь вот председатель сталкивается с проблемой сбора денежных средств, из-за этого затягиваются сроки подготовки домов. Еще один вопрос, что председатели подстраиваются под собственников, что якобы они ремонтируют внутреннюю систему отопления и ждут, можно сказать, все лето прождут, и вот сейчас просыпаются и, можно сказать, уже торопятся сделать промывку и опрессовку. Хотя уже у нас в городе таких 7 организаций, которые осуществляют данное мероприятие, у них уже определенная очередь. Как бы сейчас уже сентябрь, уже большой объем, вот сейчас у нас идет на сентябрь, порядка 20 домов в день промывается у нас. Расскажите, пожалуйста, а как на сегодняшний день реализуется программа модернизации ЖКХ? Модернизация ЖКХ у нас реализуется с 2011 года. За этот год, за 4 года уже отремонтировано 142 дома на общую сумму 2,4 миллиарда тенге. Мы, отдел жилищной инспекции, начинается все с собрания на доме. Значит, мы собственникам квартир, председателям КСК объясняем, что у вас всего есть два способа ремонта своего дома. Первый способ — это собирать целевые сборы и ремонтировать самостоятельно. Второй способ — это участие в государственной программе модернизации ЖКХ. Поскольку первый способ очень затратный, нужно деньги собрать сразу, и не все квартиры могут себе это позволить. Поэтому они и вступают в программу модернизации ЖКХ, где им удобно, что они сами подбирают, на какой срок они будут платить, под свой кошелек подбирают. Сам процесс реализации программы начинает все с собрания, где мы определяем, какие виды работ собственники хотят отремонтировать. Один из дорогих видов — это, конечно, крыша. Крыша составляется с мета, проект, проходит государственную экспертизу, и уже после окончательной суммы на итоговом собрании утверждается, на какой срок будут брать жильцы, и выбор подрядной организации. Совместно жильцы с ТО «Жилищная служба» при Акимате города, который является специализированной и уполномоченной организацией, определяется подрядная организация. Все подрядная организация приступает после заключения договора, приступает к ремонтным работам, и уже жители после окончания ремонта на возвратной основе возвращают денежные средства нам. Хотелось бы узнать, сколько установлено приборов учета тепловой энергии в многоэтажных домах города Петропавловска? На сегодняшний день в городе Петропавловске установлено более 300 приборов учета, а именно 312 приборов учета на 319 многоквартирных жилых домов. Это очень актуальный вопрос, поскольку в текущем году Министерством национальной экономики через фонд развития ЖКХ выделено 19 миллионов именно на наш город на установку 537 приборов учета. В текущем году планируется установить 304 прибора учета. Этой работой занимается ТО Севкас Энергосбыт. Прибор учета ставится в рассрочку на 4 года на возвратной основе. Многие жители не понимают выгоды или преимущества установки прибора учета. Во-первых, прибор учета фиксирует фактическое потребление тепловой энергии. Во-вторых, многие жители в зимний период обращаются к нам с жалобами, что у них холодно, мы приглашаем контролера тепловых сетей, они делают замеры. И вот если по нормам должно быть 20-22 градуса в квартире, контролера тепловых сетей замеряет, выявляется, что соответствует санитарным нормам в квартире 23-24 градуса. Но жителям холодно, они хотят больше. Поэтому если установите прибор учета, прибор учета и показывает, сколько он подает температуру и давление. Здесь вы уже можете, если теплоснабжающая организация дает меньше, то вы уже можете подать определенные претензии этой организации. Ну и самая главная выгода это денежная составляющая, поскольку поставив прибор учета, жители имеют дефицит, скажем так, выгоду в 20%. На сегодняшний день общегородской тариф составляет 87 тенге с квадратного метра. Вот за этот отопительный сезон в тех домах, где установлен прибор учета, средняя цена за один квадратный метр составляет 60 тенге. Выгода где-то 27 тенге с квадратного метра составила. Скажите, пожалуйста, а существуют ли у вас какие-то проблемы в работе с КСК? Ну, основными проблемами с КСК можно выделить самой главной проблемой. Это является неготовность или, можем так сказать, неспособность самих жителей управлять своим домом. Люди не хотят участвовать, очень пассивно относятся к ремонту, к содержанию своих домов. И вторая проблема, можно отметить, можно сказать так, что несовершенство законодательной базы. Вот в законе о жилищных отношениях, если собственники не платят взносы в КСК, председатель КСК имеет полномочия подать в суд только по истечению трех месяцев. И за эти три месяца очень много занимает времени подавать в суд. И они перекрывают эти определенные суммы за счет исправно платящих жильцов. Вот здесь тоже можно это отметить. Хотелось бы обратиться к нашим горожанам. Может быть, вы обратили внимание, что в преддверии межрегионального форма сотрудничества на многих улицах города сейчас красятся фасады. Аким города, наоборот, за то, чтобы не было такого, знаете, вот, председатель КСК, дайте, 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 все, сделайте нам бесплатно. Он за то, чтобы люди, наоборот, просыпались и самостоятельно предлагали, давали предложение, чтобы, вот, давайте мы сделаем крышу, вы нам фасад, мы готовы на это пойти. То есть, чтобы люди принимали участие тоже. Принимали участие, да, в содержании, в проблемах своего дома. А не получилось так, чтобы были, получали, хотелось бы все бесплатно от Акимата. Спасибо вам, Даулет Жасланович, что вы сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго и до свидания. До свидания. А я напоминаю, что сегодня в студии был руководитель отдела жилищной инспекции города Петропавска Даулет Жасланович Калиаскаров. Это была программа «Диалог». Актуальные темы, интересные собеседники. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова